Универсальный объектив — мечта любого фотографа. В линейке Nikon это место занимает Nikkor 18-200. Что он может и что не может? И стоит ли менять распространенный китовый объектив 18-55 на более дорогой 18-200? Ответы на эти вопросы для начинающих фотографов будут очень интересны. В первую очередь, 18-200 — это универсальный зум, а значит, он может заменить сразу несколько других объективов с разными фокусными расстояниями. Для туристических поездок или просто домашнего использования он идеален. Висит чуть более полукилограмма, но для зум-объектива лишний вес только плюс, рука меньше будет дрожать при большом приближении. Корпус пластиковый, байонет из железа. В комплекте также поставляется бленда и вот такой мешочек. Диаметр под светофильтр 72 мм, так что стоить они будут не очень дешево. 18-200 подходит для любых камер формата DX, мы его тестировали в связке с D5200. Оптическая схема состоит из 16 элементов в 12 группах. Бликов мы не заметили, а вот с хроматическими аберрациями линза справляется не очень хорошо, да и требовать это от бюджетного зума было бы неправильно. На корпусе объектива есть переключатель системы фокусировки, тут нам предлагают ручной или полуавтоматический режим. Чуть ниже расположились кнопки активации стабилизатора и выбора режима его работы. Тут все стандартно — активный режим для съемки в движении и нормальный для съемки статичных сцен. Только не забывайте, что стаб очень любит поглощать энергию батарейки, так что если он в данный момент не нужен, лучше его сразу отключать. Еще одна приятная мелочь — фиксатор зума. Он поможет уберечь объектив от случайного выдвижения хобота. Кстати, при максимальном приближении длина объектива увеличивается с 96 до 160 мм. Во время тестирования в первую очередь порадовали фокусные расстояния. С одной точки можно снять и пейзаж и портрет, и птичек на отдаленном дереве. В дороге такой объектив будет незаменим. Главная проблема — стекла диафрагма 3,5 на минимальном фокусном и 5,6 на максимальном. При плохом освещении высокие ISO и вспышка просто необходимы. В пасмурную погоду, как в день тестов, поднятие ISO зачастую было обязательным. Но опять же, это бюджетный зум. Лучших показателей в этом сегменте, наверное, еще долго не будет. Впечатлил нас стабилизатор. С рук можно снимать даже на выдержке 1,5-1,1 секунды. Стаб зачастую помогает перекрыть невысокую светосилу большой выдержкой. Теперь давайте посмотрим на несколько сравнительных снимков с китовым 18-55, так как многим начинающим фотографам интересно сравнение именно 18-55 с другими объективами. Результаты, конечно, не в пользу малыша. 18-200 дает лучшие результаты на любых фокусных расстояниях. Выше контрастность, насыщенность и резкость. А уж дополнительные 145 мм фокусного расстояния точно не будут лишними. Также отметим меньшие хроматические операции. В общем, 18-200 во всем понемногу превосходит малыша, а в итоге получаем беззаговорочную победу. Из минусов стекла отметим падение резкости на фокусных расстояниях близких к 200 мм, но это типичная проблема бюджетных стеклов. В конце, как всегда, небольшая таблица плюсов и минусов объектива. Из плюсов выделим фокусные расстояния, отличный стабилизатор, достойные качества сборки, хорошие фотографии на средних фокусных расстояниях. Минусы – хроматические операции, недостаточная резкость на больших фокусных расстояниях. В заключении хотелось бы сказать, что 18-200 – это отличный вариант для тех, кому нужен один объектив на все случаи жизни, или просто как средство для поиска наиболее близкого для себя жанра фотографии. Продолжение следует...